Ганс Христиан Андерсон Оли Лукоя Воскресенье Добрый вечер, сказал Оли Лукоя. Елемар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор по вчерашнему. А теперь ты расскажи мне вот какие сказки. Про пять зеленых горошин, что родились в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопольную игру, которая возомнила себя швейной иголкой, сказал Елемар. Ну, хорошенького понемножку, отозвался Оли Лукоя. Я лучше тебе покажу кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оли Лукоя, но он никому не является больше, чем один раз в жизни. А если уж и явится, то берет человека, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки. А знает он их только две. Одна из них так прекрасна, что и описать нельзя, но зато другая... Нет слов выразить, какая она страшная. Оли Лукоя приподнял Елемара, поднес его к окну и сказал, «Сейчас ты увидишь моего брата, другого Оли Лукоя. Люди зовут его смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким выглядит на картинках, где его рисуют в виде скелета. Кафтан на нем вышит серебром, как гусарский мундир. За плечами развивается черный бархатный плащ. Гляди, как он скачет». Елемар увидел, как мчится во весь опор другой Оли Лукоя, сажая к себе на коня и старых, и малых. Одних он сажал перед собою, других позади, но сначала всегда спрашивал, «Какие у тебя отметки?» «Хорошие», — отвечали все. «Покажи-ка», — говорил он. Приходилось показывать. И вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им веселую сказку. А тех, у кого были посредственные или плохие, сажал позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись в ужасе, плакали и старались спрыгнуть с коня, да не могли, потому что сразу же крепко прирастали к седлу. «Но ведь смерть чудеснейшей Оли Лукои», — сказал Ельмар, «И я ничуть не боюсь его». «Да и нечего бояться», — сказал Оля. «Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки». «Вот это поучительно», — пробормотал прадедушкин портрет. «Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение». Он был очень доволен. «Вот тебе и вся история о боли Лукои. А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь».